Здравствуйте, я Татьяна, и вы на моём канале, который так и называется, Татьяна Кельмяшкина. Мой добрый зритель. Сегодняшнее видео, такое прям небольшая видеозарисовка для тех, кто ждёт встречи каждый день. Со временем сейчас напряжёнка, и навязать много я не смогла, хотя сегодня после дел домашних планирую всё-таки повязать, чтобы завтра отснять рукодельные итоги марта. Да, почему у нас так темно? Ситуация не изменилась, я тяшторами пошурыкала. Значит, чем занимаюсь? Не так давно я вам показывала Махер от Атрико. Называется он Градиент Махер. И вот совсем недавно я передала его подруге. Именно она заказывала. Я другой заказала. Есть отдельный ролик вот здесь вот на YouTube. Сейчас подсказочка выйдет. Мне здесь не понравился состав всего 7% Махера. Тот, вот королевский у меня называется этот Градиент, мне показался, ну как бы, посолиднее что-то. Вот, но каждому своё. И вот отдавая мотки, там ещё был синий цвет, синий цвет у меня сейчас нет, я не могу его показать. Но вот в ближайших делах вязальных, не так давно которые были, я показывала. И подруга говорит, здрасте. Я отдаю и говорю, ты шали будешь вязать, наверное, да, красивые, как там, цвета подбираешь, не подбираешь. Она говорит, какие шали? Хотя шали она вяжет. Кто, говорит, меня научил носки? Махер-то использует. Я говорю, я научила. Почему мне в голову не пришло именно этот Махерчик в носки, да, если носочный состав у пряжи, то какая разница, какой состав у Махера? Хотя кто-то сейчас скажет, какая разница, он будет закатываться, ещё что-то. В общем, меня так это заинтересовало. И если я хотела попросить, ну, разрешение связать образец, чтобы показать, ну, контент есть контент, тут я так сразу говорю, зачем я на образце буду тратить время? Дай-ка я, значит, возьму носочную пряжу и свяжу, моя любимая Лиза Супервошка, и свяжу, как это сказать, носки сразу, посмотрю, что как. Вот, и подружина говорит, Таня, тогда бери сразу два матка. Я говорю, да вроде, если коротышки связать хватит, здесь 250 метров, по-моему, да? Да, вот, но она говорит, смотри, у тебя получится один носок, допустим, с центром или отсюда вяжем, неважно, один, другой, другой. Я сначала так думаю, ну, что, будут чумачечья, а потом думаю, ну, не все это понимают. И оставил себе два матка. Да, причем, важно было, важно было, это я просто, если кто-то будет вязать, выбрать матки, которые похожи. Вот тут я вывязала уже вот этот цвет, на носки, сейчас мы к ним перейдем, на будущие носки. Теперь я вот это вывязываю, ну, я не знаю, как у вас, у меня он желтым смотрится, на самом деле он какой-то как персиковый, что ли, вот он. И после этого персика, который у меня здесь заканчивается, опять идет вот такая вот сиреневая прослоечка, по-моему, я, ну, из тех матков, что есть, лучше всего подходил вот этот. Остальные есть голубая здесь у меня в центре, вот эта рыженькая в центре есть, когда вяжешь шаль, еще что-то, без разницы. Вот, или там отрезать, подгонять, я вот примерно одинаковая, как мне кажется, и заканчивается сиреневенькой-сирененькой. Ну, вот эти два матка вроде-вроде как. Если я свяжу второй носок, тоже буду вязать из центра, и он будет чем-то отличаться, может быть, ряд плюс, ряд минус, ничего страшного. А вторую пару я свяжу, наверное, так понимаю, мне бы очень хотелось персиковый-персиковый, чтобы вот этот сейчас заканчивается и уходил в сиреневый. То есть заканчивается сиреневым носиком, мысочком, мне кажется, будет очень красиво, потому что и начинается он сиреневым, мне так кажется. Вот, я спокойно отнесусь, если второй носок вот будет сочетать себе голубой, хотя здесь голубого нет, мне это нравится. Но я все-таки свяжу две, два носка из центра пару и два носка вот отсюда. Потом я взвешу, сколько ушло на один, это 50-граммовые ведь матки-то. Вот так вот думать не думала, гадать не думала. Да, 50-граммов. Вот, и я посмотрю, сколько здесь останется, может быть, покороче, может быть, просто на резиночке. Но, тем не менее, из центра будет одна пара и с окраин будет вторая пара. И вы знаете, что я хочу сказать? Номер спиц здесь не рекомендуется, нужно идти в этот самый, на сайт, чтобы номер спиц увидеть. Три с половиной, четыре, по-моему, как бы не наврать, ну, толстые спицы. А здесь плюс еще носочка, моя любимая носочная пряжа, правда, вот этот цвет, он самый-самый тоненький. Носочка вообще, вот эта Alize Superwash становится каждому году, все тоньше, тоньше, тоньше. Но, тем не менее, вот эта носочка, она беленькая, гораздо... Ой, ой, это спицы у меня пошли гулять. Возвращаюсь к мысли, она гораздо тоньше, чем, например, вот этот цвет. Так. Эльвирик, я в магазине даю носочку покупать. Что ты мне с узлом подсунула? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, вот эта пряжица, она все-таки потолще, чем белая. Ну, это давно уже известно, что один тот же артикул в разных расцветках разный. Так, спицы, про вас поговорить давайте. И, в общем-то, соединив нитку, вот эту, с тоненькой Alize Superwash, да, учитывая, что здесь 3,5-4 уже рекомендуют. Я хотела взять 4, 4,5-4,5 у меня нет носочных, у меня и пятерка, и так далее, пятерка зыбка. А четверка, у меня только вот дерево осталось, надо, кстати, подкупить четвертый номер. И деревом, что-то у меня так туго получается, я раньше как-то расклябанно вязала, что ли, носки, не знаю, я прям вот-вот как будто сломаю. Хотя вот тоненькие спицы, мне всегда было страшно сломать. А вот эта уже четверка считается толстой, я как бы не переживала, что сломаю. Поэтому я взяла такие уж надежные, приближенные к четверке 3,75 и стала вязать. Но, тем не менее, на паглинке, а тем более, они такие, видите, сапоги, носочки-гармошки, носочки-сапожки, кто как называет. У меня очень много роликов на канале, вот про такие носки. И когда сочетается количество изнаночных петель с лицевыми, мы можем делать сколько угодно. Никто не мешает равное количество и изнаночных рядов, и лицевых, и изнаночных, и лицевых. У меня они равные. Я обычно люблю 5 и 3 делаю, здесь я делаю 4 и 2. Не знаю почему, как-то мне хотелось несколько этажей успеть до вывязывания вот этого желтенького. И чтобы это баглинг был одним цветом, а уже сам носочек в другом, переход выпал на пятку. Сейчас мы об этом поговорим. И, в общем-то, 3,75 я вязала, потому что мне удобно. Я нажимаю и не боюсь сломать, но точно знаю, что можно было вязать, если он вот такой, если он гармошистый, если это сапоги, носочки-сапожки, носочки-гармошки, то можно было спокойно вязать и четверкой, и четыре с половиной, потому что здесь не протирается. Вот надо, в общем-то, я слово дала себе, мне посылка идет, думаю, Таня, куда, ну куда тебе еще? Слово дала, хотя бы воздержаться пару месяцев, вообще ничего не покупать. Поэтому я вязала на 3,75, но можно было побольше. А уже на сам носочек, да, ну чтобы он не протирался, хотя, если это же пижамные носочки, больше такие домашние, вместо тапочек. Вот, если в них только спать и больше ничего не делать, можно остаться на спицах большего размера. Но, тем не менее, я взяла 3,5, можно ширкать, можно все что угодно. Мне кажется, со временем, даже если махерчик протрется, а мне кажется, он не столько протрется, сколько в шевелюшке уйдет, потому что такая пряжа, как вата. Ну, уйдет и уйдет. Любая вещь из нашей сады. Я не знакома с пряжей, вообще первый раз первый класс. А махер с носочкой, как сказать, соединить, это прям мое все. Обожаю я это делаю. Когда я вот взяла один образец, один моток для образца, и вот подружка говорит, в смысле, тогда уже два бери для носка. Я согласилась, я открыла свое махеровое царство, коробочку, и говорю, давай на обмен любые. Долго она выбирала, потому что, ну, я люблю махер, и ко мне еще идет махер, и на Нилоне, и на Шелке, и от Ализе, вот этот колючий, да, в носке, это самое то для массажа ног. В общем-то, смешивать носочку с махером, это мое все, хотя не только с махером. Вы знаете, что я с Козьим Пухом обожаю, от любой тоненькой, да даже взять, если с угревушки, ой, не с угревушки, да, хоть с угревушки зимы, и на каждой носке за месяц отдельный ролик взять носки Марта. Там я показывала, что с чем я миксую, что с чем я смешиваю. Поэтому взяла я 3,5, но мы отталкиваемся исключительно от плотности. И то, что нам нужно очень плотненько, я все-таки, надеюсь, послужит, даже, наверное, надо было остаться на 3,75. Но я, когда махер для меня новый, первый раз первый класс, одно дело только из него вязать шаль, да, там вот это 3,5-4 будет одна песня. И другое дело вязать носочки, это, в общем-то, ну, другая песня, здесь надо разговор с руками иметь. Мы так шепчемся, но пока я вот так определенного сказать не могу, мне нравится. Что мне не очень сначала понравилось, но потом как-то это ушло. То, что вот на начальных этапах именно белый цвет с махером, он дал пестроту. Пестроту, которую я не люблю, но с другой стороны, именно белый цвет дал какую-то свежинку такую, да? Почему бы и нет? Вообще, вот этот цвет мне хочется назвать единорожки, хотя на сайте, как это выразится, очень поэтично называется. Там что-то, закат на море, рассвет где-то еще, в Брюсселе. Ой, сейчас я залезу на сайт, скажу. Вот такой я вам еще цвет показывала. Сейчас я уже выбрала вот эти единорожки, задумав связать носки. Вот, Звездная ночь. И сейчас покажу вам, чтобы иметь представление, какие здесь классные названия. Вот, например, Венеция сумерки. Ну, слов нет. Причем, посмотрите, как этот цвет будет искажать телефон. Здесь какая-то краснота, она через коричневость какую-то. Посмотрите, как классно этот цвет сочетался бы... Вот у меня под рукой лежит эта пряжа, да? Чудо! Мне кажется, прям такой бы получился ягодно-шоколадное, что ли, что-то. Венеция сумерки, а? Да нет, влекаюсь. Нет, не буду. Так, я хотела смотреть только этот цвет. Гавань в Марселе называется, представляете? В Марселе я не была, но вот гавань в Марселе теперь представляю, как выглядит. Так вот, когда я начала вязать, думаю, Тань, а не взять ли сюда что-то по приглушении, чем белый, тем более остатков очень много. Мне показалось, что вот этот цвет, например, да, это все Лиза Супероша показала. Он, может быть, был бы и... Ну, думаю, Тань, вот чем рвать что? Возьми целенький моточек, значит, Лиза Суперошки новенькой и целый моточек Градиент Махера. И вяжи. Потому что то, что не нравится тебе, может понравиться кому-то. И потом, знаете, как в общем и целом, я сейчас совершенно не жалею, вот этот переход, он мне даже в глаза бросился не сразу. Я думал, сиреневый сектор. И потом пошел, ну, я его желтым называю, на самом деле, наверное, желтый, ну, какой-то он персиковый. Вот. А тут тоже переход от сиреневенького к какому-то сиренево-розовому. Ну, вот, в общем и целом это неплохо. Можно было продолжать. Но я боюсь, если я сделаю этот паглинок очень высокий, да, это тоже будет красивый, такой высокий сапожок, низкий сапожок. Это уже как мы желаем. Тем не менее, мне хочется, ну, как два носка отсюда, два носка отсюда связать пара с центра, пара с окраины. И я, ну, чтобы это получилось, остановилась. Иначе я потом перешла бы уже здесь на персиковый цвет. Вот здесь я вряд ли буду регулировать. Здесь как бы, что получится, то и получится. А здесь вот можно было регулировать. И на пяточке, у меня здесь пяточка обычной, платочной. Так. Близко, наверное, очень, да? Подальше. Вот на пяточку здесь выпал переход от что-то такого розово-сиреневого к этому самому персиковому. Вот этот цвет мне, кстати, не очень нравится. Он как будто... Что-то я вечно придираю. Сейчас, девочки, я уберу лишнее. Иногда кажется, что в прошлой жизни я была художником. Потому что иногда у меня такие сложные отношения с цветом. Иногда легко и просто, иногда сложно. Ну вот, значит, пяточка. Самое, что у меня есть, простая. Бабушкина только связана платочной глазью. И заканчиваю вязать шапочку. О, шапочку. Ну да, шапочки такие нам, чепочки, вязали. В детстве. Раз, раз. Заканчиваю вязать пяточку. Здесь прям пошел персиковый цвет. Мне бы очень хотелось, чтобы здесь было примерно следующее. Но если не будет примерно, здесь все простительно. Видите, такие вот переходы. Но здесь легло, вот в этом носке, идеально. Я надеюсь, сегодня я довяжу. Хотя мне хочется космос продвинуться. Но мне хочется к итогу марта один хотя бы носок связать. Очень хочется. Вяжется-то быстро. Просто вот прям со временем беда-беда. Так. И вот персиковый идет, идет, идет. Он уже начинает розовиться. Какое-то время уже будет заметен такой плавненький. Ну, как вот здесь вот. Переход более розовый. Это меня устраивает. И закончить я хочу. Надеюсь, так и будет. Даже если не будет, я откряпываю. Но мне кажется, здесь не надо откряпывать ничего. Сиреневеньким. Тогда прям носок, ну, вообще то, что я представляю. Пижамные носки. Вот я все думаю так для девочки-подростка. Да почему? Почему? Пижамные носки хоть для кого? Это, ну, я не знаю. Мне нравится. Мне очень нравится. Прям мягко говоря, нравится. Мы такие беленькие были из Махера. Были. Они так и лежат вон в сумке дорожной, которая в санаторий есть. Вот эти вот такие толстенькие. Даже на толстом балконе. Вот так. На толстом балконе. На холодном балконе в толстых носках. Кофе пить было очень приятно. Так, в общем, нежданно-негаданно. Собираюсь выключить моточек для показа вам, как ложиться. Образец. Потом сказала, что значит тратить. Ну, как тратить? Нет, я образцы не трачу. Они же мне копятся, копятся. Я же плед сделаю. Тем не менее, вот с подачи подруги, как она сказала, на носке. Почему я не думала, я не знаю. Я попробую. Будет ли у других носочных изделий именно белая основа, я не знаю. А может быть, и оставлю. Здесь даже, видите, вот я маркирочек, как сказать, сделала, чтобы потом посчитать ряды. Почему-то я забыла. Вот иногда они уместны, иногда нет. Вот такие вот я зарубочки-то делаю на этих самых, на носках. Ну, как эти, изнаночные, сейчас покажу. Вот я люблю такие делать через определенное количество рядов, изнаночные рядочки на лицевом фоне. И называю это зарубочкой, чтобы ряды не считать. Здесь я, ну не то, что забыла. Алло, алло. Просто не стало, потому что игра цвета вроде, плюс игра рисунков. Ну, может быть, для кого-то и норма. Мы все разные, да? Для меня как-то показалось перебором. И вот, если я 4 рядочка изнаночных, 2 лицевых, 4 рядочка изнаночных, 2 лицевых, то потом, после вот этих 4 рядочков изнаночных, при переходе на пятку, я сделала 3 ряда, а не 2 лицевых. Не знаю, для чего. Можно вообще здесь было несколько рядочков резинкой сделать. И я всегда потом отмечаю маркером, сколько же рядов я вяжу уже после выхода на пятку. А здесь так все легло, классно. 3, 1, 2, 3. Розенький вжик, пока я там пятку вязал, переход был, да, я вам сказала. И пошло уже другим цветом. Не знаю, получится так или не получится, но в конце концов, чумачечья носки никто не отменял. Вот что с ним творится. Нравится моему телефону, значит. Но все-таки они, если и будут чумачечьями, будут не как из одного бомоточка, да? Одни прям вот, ну я и думаю, сиреневые, персиковые, и закончатся сиреневым, как я предполагаю. А второй будет еще с голубым. То есть такой чумовизм будет... Как хорошо, что мы подумали о том, чтобы моточки одинаковые. Вот они, кстати, были там, по-моему, два голубых еще было. Ну, это вот у меня проба пера, что называется. Понравится хорошо, не понравится, тоже хорошо. Хотя вот я вязать вяжу, да, потом вот носить носит кто-то другой, и я не могу сказать про эксплуатацию. Но очень тепленькие получаются, действительно пижамные. Таня, как их носки? Какие носки? Это пижамные... Ой, как их сапоги? Какие сапоги? Это пижамные носочки. Можно здесь обвязать, можно не обвязать. У меня так 20 петель на одной спице, 20 на другой. У меня 40, но еще раз говорю, я тут без привязки к размеру вяжу, просто вот носочки. Если было бы еще розеньки, я бы еще продвинула, да, наберяя побольше, поменьше бы вот этих этажей было. Наберяя петель поменьше, может быть, на этаж побольше бы здесь было. В общем, пока я просто пробую вот эту пряжу, и не буду я тратить на образец, в носки прям чудо-чудно. Особенно вот такие вот цвета, которые выбираются по душе. И если, к примеру, вот эту звездную ночь синий, другой цвет, который у меня был, взять и синий джинсовый цвет выбрать Ализа Супервошки. Это вообще бы, когда цвет в цвет подберешь. Да, синюю Ализа Супервошку, допустим, и синий. Так, подруженько, что, зряю? У тебя, наверное, синенький махерт не взяла. Приходи-ка ко мне, мы еще с тобой махнемся. Так, в общем, нежданно-негаданно я еще занялась вот этим делом. Просто завтра, надеюсь, сниму итоги. Там буду показывать эти носочки, долго рассказывать то, что из чего. Вот сейчас показала. И, девочки, что касается, значит, влог сегодня очень коротенький будет. Кто меня спрашивал, не сложно ли вам руки в кадре, показать мне, насколько плотно или не плотно, но провести ладошкой по полотну в космосе. Сейчас сделаю. Очень пестрить будет, девочки. Очень пестрить. Я так понимаю, что вам нужно, как это я обычно делаю, видно ладошку или не видно, да? Полотно не забитое, но вот, наверное, именно из-за света вы не увидите моих рук. Я, или вы видите, я вяжу слабенько на четверке. Спокойно можно брать 4,5, если не 5. Так, как бы просвет-то показать, а? Вот к окну встала напротив окна. Это полотно и полотно моей кривульки. Сейчас я попробую убрать, поднять одно полотно. Так это бьются эти самые, вот эти штуки. Штатив. Вот. Полотно не забитое. Ну и не, как это сказать, паутинистое. Настолько, что носить я буду исключительно на маечку. Без майки спокойно буду ходить. На всякий случай скажу, что за пряжа. Пряжа называется Клан. Новенький приходит, а из какой пряжи вы вяжете? Бобинная пряжа. Вот состав его видно. Я только знаю, 45% запомнила прям бэби альпака. Очень хорошая пряжа. Она и сама по себе великолепна. Кстати, сейчас вот мне это приближенная почти к этому. Может быть, вот рядом пряжа дает. Приближенная к, очень трудно показать, вообще черный цвет, к оригиналу. И в подмод идет махерчик. Самое, что ни на есть, классический черный махерчик. Вот вяжется джемпер, ой, свитер Космос. Обожаю я его, уже обожаю. Я понимаю, что до зимы еще долго. Надо какую-то себе к зиме подсмотреть. К зиме, к осени. Сейчас уж, наверное, не резон. Свежую уже полвесны пройдет. Да хотя летом это самая безрукавка дутую белую. И вот черный свитер с беленькой безрукавкой, как куртка без рукавов. О, жилет, наверное, столь утепленный. Ну, не знаю. Вообще будет прекрасно. Девочки, вот сейчас вопрос прилетел. Татьяна, вы показываете бутончики. Любуюсь, не налюбуюсь. Так, Катерина, шум, шум. Девочки, если что-то... Именно вот когда бутончики появляются, вы говорили, что подкармливаете. Вот появляются бутончики. То есть сейчас надо подкармливать. Девочки, по идее, да. Но у меня, знаете, такой хороший земляной ком. И так хорошо развиваются растения, что я не буду подкармливать. Они так прут. Я не знаю, куда их... Ну, я сглупила раньше. Я каждый год это делаю. Я делаю это каждый год. Такой, знаете, прям с непробиваемым упрямством я сажаю раньше времени. Да, я обычно, когда в стадии бутонизации, всегда подкармливаю биогумусом или идеалом. Можно пойти и купить в цветочном магазине что-то, что, ну, как сказать, не даст... Ну, тормознёт, что ли, рассаду. Не даст ей вытягиваться. Дело в том, что она меня не вытягивается. Она у меня вообще коренастенькая, прелесть, прелестная. Неужели я нашла бархатца, которая действительно... Ну, как написано 20-25 см. Они так и будут 20-25 см, потому что иногда бывает какая-то пересортица. Надо бывает что угодно. Я не буду сейчас подкармливать. Но так, да, я обычно, если бы я вовремя посадила... Вот кто-то сажает вовремя. Вот, наверное, карменами только вовремя посажены, а то раненько. Их я буду подкармливать. Хотя у них такой большой земляной ком. Зачем их? Ой, какая обложечка. Посмотрите, прям не дать, не взять обложечка. Прелесть. Поэтому, да, вот в эту фазу нужно подкармливать. Тем более, если у вас в каких-то кассетах, где земли меньше. Тут моим вообще хватает всего. В этот год я сделаю исключение. Мне прям интересно, тигровый глаз это или оранжевый там как огоньки. Перепутала я. Но у меня полный поднос одних цветков, полный поднос других. Вот мои кормышки. Сажала их гораздо позже. Но они уже тоже вообще... Как только распикированы растения, как только они получили однокомнатные квартирки, ой, им так хорошо. И горшок-то у меня, ой-ой-ой, ой-ой-ой, какой большой, здоровый. Поэтому я, наверное, вот год подкармливать не буду. Но, вы знаете, если они будут сидеть, торчать, они уже у меня безоцветут, а погода всё не будет позволять высаживать, но так как надо будет поддерживать. Или переваливать в горшки больше в размер, чего я не хочу. Или там что-нибудь придумаем. А так, да, как только бутончик появился, покажу вам экземпляры ещё с одного подноса. Видите, у меня такие вот цвет лаймши, какие-то оливковые, зелёненькие и чёрненькие. Вот желательно подкормить. Но им всё хватает, я не буду. Кстати, возможно, в грунт сейчас всё больше и чаще... Вот это, кстати, повыше, да? Всё чаще и чаще садоводы сами подмешивают у грунт. Раньше перлит, вермикулит и ещё такую дроблёночку, которая на удобрение пролонгированного действия. Надо прочитать. Я никогда грунт беру, никогда не читаю. Может быть, в грунте уже есть удобрение пролонгированного действия. Тогда вообще подкормить не надо. Мы только, как сказать, добра добра не ищут. Сделаем только хуже. Ой, что ж у меня рука трясётся. Прям странно. Рука трясётся. Нет, вроде ничего. Вроде пойдёт. Так что, девочки, да, в саде бутонизации я подкармливаю. Но в этот раз не подкармливаю. У них всё хорошо. Лезут ли корни? Пока нет, и слава богу. Но здесь, видите, донышко-то куда им там пролезать-то некуда. Как бы только напряжу землячкой не упал. Вот. Всё. Ну что ж, дорогие друзья, я всех благодарю за внимание. И говорю наше традиционное. До новых встреч. Я очень надеюсь, что сегодня я повяжу. Хотя бы немножко, чтобы были продвижения процессов. Но вряд ли что-то я свяжу. Но продвижение процессов, чтобы было завтра что-то показать. И мы в ближайшее время подведём итоги марта. А они... Нет, получается, что итоги марта будут, да? Всё заново. До новых встреч. А они обязательно будут. Так, здесь нужно сделать что-то красивенькое. Красивенькое, красивенькое. Слушай, ты красивенький? Красивенький. Пойдём-ка. Вот так вот. Вот так вот. Здесь вообще сплошная красота. Пробуйте что-то новенькое. Пробуйте. Или закрепляйтесь в стареньком. И то, и то вообще просто великолепно. Вроде пятнышко есть зелёненькое, да? Но словно его маловато. Красивый кадр. Что ещё не хватает? К кадру. А кадру не хватает... Маркеров. От Женечки Вороны. Вот. Теперь полная красота. Ой, какая прелесть. Какая же прелесть. Так, я прошу прощения за сумбур. Пока вот так у меня. Но я вначале предупредила, кто остался с вами на ватой. Да? Да. Снято. Снято.